Итак, тема сегодняшнего вебинара ЕГЭ в 2023 году по информатике – обзор демонстрационных вариантов. Проведет вебинар Сергей Юрьевич Кулабухов, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научно-методической работе, автор пособий издательства «Легион». Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня по завершении вебинара на нашем сайте. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту, также по завершении вебинара. Рассылка может длиться в течение суток. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на корректное заполнение анкеты при регистрации. Если вам важно оформление вашего сертификата, пожалуйста, заполняйте все требуемые ячейки – фамилию, имя, отчество. Название образовательного учреждения, пожалуйста, сокращайте до аббревиатуры. Особое внимание уделите написанию адреса электронной почты, потому что это самая распространенная ошибка в том случае, если участник не получает своего сертификата. Уважаемые коллеги, надеюсь на вашу активность. Все вопросы лектору, пожалуйста, адресуйте в чат. Желаю всем продуктивной работы и передаю слово Сергею Юрьевичу. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Ну, настало время, наконец-то, рассмотреть проект демоверсии по информатике. Ну, как вы знаете, это проект. Окончательное утверждение будет где-то в ноябре. Но нет оснований полагать, что там будут какие-то значительные изменения. Если вкратце, то у нас изменения по сравнению с прошлым годом, в общем-то, незначительные. Буквально только два задания заменили. И в течение сегодняшнего вебинара мы просмотрим все эти задания демонстрационного варианта. Но так как их 27, то, так сказать, объем времени, отводимый на вебинар, нам не хватит, чтобы все их прорешать. Поэтому я обязательно прорешаю новые задания. Обязательно по просьбам телезрителей, так сказать, прорешаю последнюю задачу, 27-ю. Ну, и еще некоторые задания там, те, которые мне каким-то образом понравились. Если какую-то задачу, которую, например, вы хотели бы услышать, но я ее пропущу, ну, можете присылать, так сказать, пожелания. Возможно, мы потом сделаем вебинар, посвященный там каким-то отдельным типам заданий. Но сегодня мы делаем обзор демонстрационного варианта, поэтому решаем задачи с демонстрационного варианта. Ну, давайте, да, посмотрим на презентацию. Так, ЕГЭ по новой демоверсии. Да, информатика. Ну, давайте смотреть. Здесь, на этом слайде, мы показали новые книги, которые у нас вышли в этом году. Это традиционные сборники вариантов по ЕГЭ и ОГЭ. Ну, необходимые электронные варианты можно на сайте скачать бесплатно. Ну, и карманный справочник тоже новый. Это вот новые книги этого года. В принципе, там в конце вебинара мы вам сообщим, как можно купить новые книги наши со скидками соответствующими, используя промокод. Ну, теперь давайте посмотрим, какие же нас ожидают изменения в будущем году. Ну, собственно говоря, вот два задания, которые изменили, шестое и двадцать второе. Остальные, в принципе, более-менее остались неизменными. Оба этих задания, и шестое, и двадцать второе, ранее были посвящены анализу каких-то алгоритмов. Да, причем алгоритмы были представлены в виде программного кода. Ну, учитывая, что школьники сдают экзамен на компьютере, видимо, посчитали необходимым их заменить. Видимо, массово было решение, которое выглядело так. Набирали этот код на какой-то программной среде, запускали и смотрели, что получится. Вот. Чтобы это исключить, эти задания, я думаю, поэтому их и заменили. Ну, заодно тут привлечь внимание там и так далее. Эти задания мы подробно посмотрим. В основном модель КИМ, в остальном осталась неизменной. Ну, то есть у нас также 27 задач, также распределены баллы по задачам. Ну, и, в принципе, то же самое все относится к сложности заданий. Ну, и там еще есть важная графа, требуется или не требуется специальное программное обеспечение для выполнения этого задания. Ну, там тоже все это написано. Вот у нас фрагмент спецификации, да. Для нас здесь важными, конечно, в нашем обсуждении будут являться пункт, который я бы вот... Требуется ли использование специализированного программного обеспечения? Ну, и... Ага. Так, ну-ка, посмотрим. Вот он, да. Вот этот пункт. Требуется ли специальное программное обеспечение? Ну, потому что формально, если здесь написано нет, то есть не требуется, мы должны эту задачу уметь решать как бы без использования компьютера. Ну, либо использование компьютера, ну, в качестве-то, например, калькулятора, да, то есть когда у нас просто не специализированное программное обеспечение. Так, ну, и здесь у нас что еще? Уровень сложности, максимальный балл за выполнение, ну, и примерное время выполнения задания. Вот тут все примерно перечислено. Я здесь эти слайды просто привожу для того, чтобы вы могли, там, при желании, при просмотре презентации потом, ну, заглядывать сюда при необходимости. Потому что комментировать каждое задание я буду, в частности, опираясь вот на это, на эту спецификацию. То есть у нас все однобальные задания, только последние два двухбальные. Но они занимают время 35 и 40 минут, две программы. Замин длится 4 часа. Так, ну, давайте посмотрим по конкретно по задачам. Задание номер один. Ну, особо решать я его, конечно, не буду. Решается оно, так сказать, без использования компьютера. Основная идея решения, наверное, основана на том, что мы анализируем, сколько, какова степень каждой вершины, ну, соответствующего графа, который слева нарисован. Ну, а потом по таблице смотрим и соответствие, где какие вершины, с какими степенями соединяются, с вершинами, с каких степеней. И на основе этого устанавливается однозначное соответствие букв номерам вершин. Ну, правая и левая картинка устанавливаются соответствия. А дальше просто мы можем проставить и на любой вопрос ответить по поводу этой картинки. Ну, в заданиях разные вопросы. В данном случае спрашивают, какова сумма протяженности дорог из пункта D в пункт B, из пункта F в пункт A. Ну, в целом, решать я ее не буду. Задание номер два. Тоже, в общем-то, достаточно хорошо известное. Последние года три оно точно на ЕГЭ было. Согласно спецификации, предполагается, что его надо решать без использования специального программного обеспечения. Ну, то есть вручную, да? В принципе, это возможно. Я это сейчас покажу. Но, с другой стороны, иногда тут есть такие задания, для решения которых иногда удобно использовать специальное программное обеспечивание. Ну, я покажу, как эту задачу можно решать с использованием языка программирования. Да, кстати, о языке программирования. Опять-таки, в прошлый раз было много, так сказать, предложений и замечаний. И, в общем, учитывая их, в этот раз, в этой презентации, все примеры, все задачи решены с использованием языка программирования Python. Итак, вторая задача. Ну, стандартная формулировка. Некто заполнял таблицу истинности логической функции. Функция здесь приведена. Ну, вот она, да? Ну, успел заполнить лишь какой-то фрагмент ее строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует какая из переменных. Ну, и нужно определить, какому что соответствует. Тут важно сразу обращу внимание, что строки из таблицы различные, трех различных строк. Мы это в решении будем использовать. Ну, повторяю, формулировка достаточно известная, она стандартная, поэтому перейдем сразу к решению. Ну, и решение. Ну, на самом деле, она достаточно здесь длинная. Тут я целых три страницы. Или две. Да, три страницы, вот на этом, три слайда будут посвящены презентации этому решению. На самом деле, конечно, все это выполняется на одном куске огрызки бумаги. И, в общем, таблицы не дублируются, как здесь. Это для наглядности. Здесь многие повторяются таблицы. Ну, и все рассуждения проводятся, конечно, в уме. А здесь я все это аккуратно выписываю. Поэтому получается на вид достаточно громоздко. А согласно спецификации, на решение этой задачи отводится три минуты. Ну, честно говоря, три минуты маловато, мягко говоря. Ну, может быть. Итак, вот такая у нас функция. Это дизъюнкция трех слагаемых логических. Значит, она у нас по условию должна принимать значение ложь во всех трех логических возможностях, которые нам доступны. Соответственно, когда она ложна? Дизъюнкция ложна, когда у нас каждая слагаемая логическая или дизъюнктивный одночлен каждый является ложным. То есть у нас все три должно быть ложным. Первое – это отрицание импликации ложным, когда сама импликация истинна. Ну, вторая импликация ложна. И не z должно быть ложным, то есть z истинна. Вот уже из анализа этих трех условий мы можем кое-что по исходной таблице сразу установить. Кстати, таблицу не обязательно переписывать. По идее, можно работать с той таблицей, которая дана в условии. В условии там черкать можно при работе над заданиями во время экзамена. Итак, вот у нас дана в условии эта таблица. Я ее просто повторяю. Мы видим, что у нас z везде должна быть единица. У нас четыре столбца. В каждом из них есть ноль, а вот в одном нолей нет. Значит, в принципе, его можно заполнить единицами. И это переменная z. Вот часть таблицы заполнили. Идем дальше. У нас осталось вот три столбца, которые мы должны выбрать. Но для того, чтобы это выбрать, мы построим фрагмент таблицы истинности. У нас функция от четырех переменных. Соответственно, всего в два в четвертое 16 логических возможностей. Но нас интересуют только логические возможности, где z равно единице. Уже в два раза меньше. Вот мы эту таблицу быстренько рисуем. И начинаем ее заполнять для двух оставшихся дезинктивных одночленов. Ну, по порядку, так сказать, слева направо. Сначала просматриваем столбец, отвечающий дезинктивному слагаемому. Вот там y, импликация z. Ну, и у нас он должен быть... А, пардон. Y, импликация x. Да, тут небольшое. Исправим. Y, импликация x. Отмечаю только там, где у нас должно быть истинно. Да, x же там. Да, y, импликация x. Так. Проставляем единицы там. Ну, и дальше просматриваем второй столбец. И только те строчки, где у нас уже красненькая единица стоит. Остальные нам не нужны. Смотрим там, где z, импликация v будет ложна. Ну, и эти заполняем нулями. Ну, вот у нас всего три строчки таблицы, в которых исходная функция ложна. То есть, это те самые три строки, которые вот там, ну, в исходной таблице у нас были. Для удобства мы их выписываем отдельно по переменам x, y, v. Вот эти три строчки, которые отмечены, ну, вот, красненьким единицей нулем. Так, теперь сравниваем вот то, что у нас мы получили таблицу. Распределение логических возможностей, да, где функция ложна по трем переменным. Ну, z, единица нас не интересует, поэтому я слева его не пишу. Ну, а справа то, на каком мы этапе сейчас остановились. Опять-таки смотрим. У нас должен быть столбец W, он заполнен только нулями. Да, только нулями можно заполнить четвертый столбец. Значит, это единственный вариант, это столбец W. Поставили там W, поставили. Соответственно, заполнили недостающие значения. Далее смотрим. Ну, а на самом деле тут возможны оба варианта. Может быть X, Y, а может быть Y, X. Но если мы первый столбец делаем X, а второй Y и заполним эту таблицу, то мы увидим, что в этой таблице будут повторяющиеся строки. Вот строка первая и третья, они повторяются. А у нас по условию строки должны быть разные. Значит, вариант отбрасываем. Ставим наоборот Y, X. Все заполняем. И получается все нормально. Соответственно, даем ответ. Повторяю, на самом деле все это происходит на одной таблице. Последовательно заполняются незаполненные значения. Здесь я их растянул по разным таблицам, чтобы показать просто этапы заполнения, ну, для наглядности изложения. Ну, формально, повторяю, согласно спецификации, при решении этой задачи никакое дополнительное программное обеспечение не требуется. Ну, то есть она решается как бы устно, без компьютера. Но, раз у нас компьютер есть, то, в принципе, многие, достаточно заметное количество решающих, используют этот компьютер для построения таблиц истинности. Просто вручную им долго перебирать. Поэтому предыдущие два слайда можно заменить коротенькой программкой. Значит, таблицу истинности за данной функцией можно построить с помощью, ну, Excel, понятно, или какого-нибудь другого языка программирования. В данном случае проведена программа на питоне. То есть вот, ну, я, естественно, вывожу только те строки, в которых значение функции равно нулю, а остальные там она истинная, и нас они не интересуют. Вот получили результат работы программы. Вот он результат. Собственно говоря, это у нас было в конце второго слайда. То есть я там вручную это получил, а здесь я получил на компьютере. В принципе, программа не длинная, не сложная, по большому счету. Единственное, где возможны ошибки, вот в шестой строке, когда мы будем там аккуратно записывать функцию. Не дай бог, там где-нибудь не так скобку поставим, или не ту функцию вызовем, ну, не тот логический оператор поставим, или еще что-нибудь, то может так оказаться, что f будет не так, которое нам дано в условии. И тогда, не понимая логического смысла, как это работает, мы эту ошибку просто не заметим. Ну и, так сказать, начнутся всякие проблемы. Ну а дальше, после этого, все равно остается и стаб, так сказать, работы устной. Когда эта таблица есть, мы ее должны сравнить вот с исходной таблицей. Ну а дальше все те же рассуждения, которые были на предыдущем слайде. То есть у нас столбец только из единицы, это только z может быть третий столбец, только из нулей может быть четвертый столбец, ну и так далее, заполняем, перебираем, это уже делается вручную. А, единственное замечание, да, ну в большинстве языков программирования оператора импликации нет. Собственно говоря, могу вспомнить только один язык программирования, который не встречался, где был оператор импликации. Это, по-моему, Visual Basic там какой-то версии. Но в питоне его нет, поэтому мы можем вместо y импликации x либо поставить правило исключения импликации, ну то есть y импликация x эквивалентна не y или x. Ну либо в данном случае мы заменили эквивалентное неравенство на множество 0,1, y меньше либо равно x. Действительно оно ложно только когда y1, x0 во всех остальных случаях есть, как и импликация. Поэтому они эквивалентны. Я вот в шестой строчке программы вместо импликации ставлю формально выглядящий как стрелочка, знак меньше либо равно, только стрелочка в другую сторону. Ну и так вот получается примерно функция, которая нам была задана. Вот решение этой задачи, ну как решение, часть решения этой задачи с помощью программы. Все равно вот сопоставление полученной таблицы и исходной, все равно это надо делать действия без компьютера. Вот такая задача. Едем дальше. Задание номер 3. Ну этот значок, как мы знаем, означает, что для его решения требуется использовать какого-то файла, он там дан. Ну и в данном случае это будут файлы таблицы, там Excel, либо там это OpenOffice. И там нужно будет фактически реляционная база данных, заданное в виде таблиц. И там с помощью фильтра выбирать нужно нужные, ну и в общем выполнить все действия. Честно говоря, достаточно нудная задача, ну ничего такого особенного она в себе не содержит. Только надо понимать, что такое реляционная модель данных в системах управления базами данных. Ну и как-то это все взаимосвязано. Так. Четвертая задача. Тоже стандартная. Решается она без компьютера. В принципе, там, ну, без комментариев. Я решать не буду. Задача номер пять. Тоже такая встречалась неоднозначно. Ну, предполагается ее решение без использования программного обеспечения. Ну и в принципе, в данном случае она легко решается. Вот это вообще легко решается, да. Ну, давайте посмотрим в двух словах там решение все поместится на этом слайде. Значит, у нас алгоритм работает следующим образом. Строится двоичная запись числа. Ну, а затем, если сумма цифр двоичной записи четная, то мы справа дописываем ноль. Ну, и два левых разряда заменяются на два новых. А если сумма цифр нечетная, то к этой записи справа дописывается единица. Затем два левых разряда заменяются на две единицы. Ну, в общем, заметим, если было некое число n, то получающееся новое число, во-первых, будет на один разряд больше содержать. То есть значность его увеличивается. Ну, и нам нужно, в примере даны, нужно найти минимальное число n, после обработки которого с помощью этого алгоритма получится число больше 40. Ну, вот видите, нужно это число записать. Ну, мне показалось она вообще очень простоя. В данном случае, не знаю почему, ну, какая-то простая. Значит, результат работы алгоритма должно быть число больше 40. Возьмем, для примера, число 41 и видим, что оно шестизначное в двоечной записи. Ну, а это значит, наш алгоритм может его получить только из пятизначного числа. Ну, потому что добавляется справа там какая-то одна цифра, а слева разряды заменяются, но не увеличивается их количество. Значит, из пятизначного числа можно получить число, которое больше 40. И возьмем в качестве n для пробы наименьшее возможное пятизначное число, ну, 10 тысяч, да, в двоечной записи. Ну, и оно уже подходит. То есть, применяя к нему данный алгоритм, получаем число 49. Соответственно, оно больше 40. Значит, а минимальное шестизначное двоечное число, пятизначное, то есть 16, записываем в ответ. Вот в решении буквально тут подробно все написано. Если, так сказать, на бумаге решать, там в одну строчку она решается. То есть, достаточно в данном случае оказалась простая. Ну, они, в принципе, и не сложные, эти задачи. Вот шестая, новая задача. Опять-таки, согласно спецификации, предполагается, что эту задачу нужно решить, по-моему, три минуты и без использования специального программного обеспечения. Значит, мы читаем условия. Там исполнитель черепаха, там что-то рисует, есть какая-то система команд. И нужно посмотреть, какую она там линию нарисует ограниченную и внутри этой линии посчитать точки с целочисленными координатами. Ну, то есть, те, которые лежат в узлах, так сказать, решетки. Точки на линии учитывать не следует. Ну, вот тут возникает такая интересная ситуация, что эту задачу, вот за три минуты, если решать, удобнее всего решать все-таки с использованием программного обеспечения. Потому что, если его не использовать, ну, сейчас покажу, как не используя. Вот я вначале использую. Беру обычную систему Кумир. Это вот алгоритмический язык школьный. И пишу вот эту программку, которая практически дублирует, ну, вот, семь раз повторить этот цикл. Вперед, вправо и так далее. И мы видим, что получается вот такой вот треугольник, понятно, правильный, со стороной 10. И осталось просто пересчитать все точки, которые лежат внутри этого треугольника. В принципе, если я задачу устно решаю без компьютера, да, то я, в принципе, беру клетчатую бумагу, листочек, и начинаю на нем это рисовать. Значит, 10 клеток вперед-вверх, потом повернуть на 120 градусов, значит, здесь 120 градусов вправо, значит, здесь 60 градусов. Снова откладываем 10 единиц, снова поворачиваем на 120 градусов вправо, то есть здесь 60, и понятно уже, и опять 10 единиц, и понятно, что получается правильный треугольник. То есть нарисовать его достаточно легко, без всякой... Тогда не знаю. Тогда надо рисовать, ну, никто не мешает его нарисовать, линейка-то у них есть, или от руки как-нибудь табличку. Ну, нет даже. Тогда, в принципе, все равно примерно его можно набросать. Вот. И дальше мы... Кстати, система кумира у них, по-моему, есть на компьютере. Потому что алгоритмический язык, там есть в списке языков, которые можно использовать на ЕГЭ. Повторяю. Насчет кумира не знаю, но сам по себе алгоритмический язык, он в список допустимых языков для использования на ЕГЭ входит. Значит, по-иде, должна быть какая-то система, а из всех известных мне только одна известна, кумира. Значит, скорее всего, он и будет. Если там другие, не знаю. У меня такое ощущение, что эту задачу-то придумывали составители кумира. Ну, ладно. Короче, у нас нет, предположим, этих самых... Этого. Значит, я рисую от руки. Да, у меня нет ключевой бумаги, я просто нарисовал. Дальше мне надо оценить... Ну, во-первых, понятно, что это равносторонний треугольник. А дальше мы должны целочисленные точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так дальше. Ну, и проверить, какие из них попадают внутрь этого треугольника. Ну, для этого уже, извините, если аккуратно решать, то нужно знать уравнение вот этих прямых. Это у нас что? Это угол. Значит, здесь 60 градусов, значит, здесь 30. Значит, уравнение вот этой прямой и у равно тангенс 30 градусов. Так, синус на косинус. О-о-о-о-о-о-о. А то что будет? Тангенс 30. Одна вторая единица на корень из трех. Значит, единица на корень из трех. Х. Вот уравнение этой прямой. А уравнение вот этой прямой. Здесь у нас, значит, 150 градусов с положительным направлением массива Х. Значит, здесь будет У равно тангенс 150 градусов умножить на Х и плюс. Ну, плюс 10, понятно. Свободный член. Так, а это будет у нас минус единица на корень из трех. Х плюс 10. Ну, и дальше, честно говоря, мы берем, например, Х, равное 1. Подставляем в эту формулу и в эту. И смотрим, чтобы у нас каждая Х очередная, ну, Х и Т, да, было больше, чем единица на корень из трех. Х и меньше, чем минус единица на корень из трех. Х плюс 10. Без программы это, значит, надо как-то там, ну, вручную на калькуляторе. А, так. Я поэтому и говорил, что вот если я в кумире это нарисую, я просто пальцами могу пересчитать. Единственное, может быть какой-то вопрос вот про эти точки. Они попадают или нет? Ну, видно, что не попадают на самом деле. Ну, даже если вопрос, там что-то надо подсчитать. А если у меня нет этой системы кумир, мне надо бы делать вручную, то надо вот это неравенство проанализировать, ну, хотя бы для первых и от единицы, там, я не знаю, до... Граница нас не интересует, и равная нулю. От единицы до чего там? Ну, хотя бы до девяти, да? И вот там для каждой целочной точки проверить значение, соответственно, ну, Y там... То есть, либо какую-то программку писать. там, 4, X там от единицы до девяти, а Y там, не знаю, от нуля до десяти, и проверять для каждой там точки, X это, Y это, попадает ли она внутрь вот этого... Нет, Y это, да? То есть, берем... Ну, и так далее. В общем, пара точек, вот любая точка имеет координаты. Любая точка имеет координаты. А я не знаю, какие... Не, ну, на самом деле, математика и много, чего проверяется. Вся информатика, по большому счету, это раздел какой-то математики. Ну, скажем, как минимум, кто там у нас там есть... Комбинаторика нужно для того, чтобы оценить, насколько имеет смысл данный алгоритм проиметь данные задачи. Пересчитал раз, два, три, четыре, пять и получил там ответ, по-моему, 38, да? И получил прекрасно, так сказать, вот использование этой программы. Если, опять же, если это автоматизировать, автоматизировать, то надо писать цикл х от единицы до девяти, у от нуля до десяти и для каждой точки проверять, чтобы у... Ну, вот... А, здесь х и т, да? Проверять вот это неравенство. То есть, попадает ли внутрь... Ну, что она проверяет? Не знаю, что она проверяет. А, согласно спецификации, проверяет умение анализировать алгоритм там, вот этот вот. Повтори 7, вперед 10, направо. Ну, то есть, по идее, на самом деле, она проверяет, насколько школьник умеет нарисовать этот правильный треугольник, да? А вот на кой подсчитывать вот эти вот точки, я понятия не имею. Видимо, другого вопроса не смогли задать. Нормально. Ну, в общем, вот такая вот задача. Весьма, на мой взгляд, спорная, потому что, если этот треугольник будет достаточно большой, даже 38 точек, то так их пересчитывать вручную устанет рука. Поэтому, да, если многоугольник, то, повторяю, там надо каждую сторону отдельно проверять. Ну, вот, уравнение прямых этих находить и так далее. И смотреть там выше, ниже соответствующей линии находится отчисленная точка. мягко говоря, очень-очень непонятно, что она проверяет. Да. Ну, да, естественно, в новой книге мы же делаем более-менее близко к демонстрационному варианту. Ну, оно и на экзамене достаточно близкие задачи. Да, есть такие задачи. Повторяю, я вот попробовал проще всего рисовать в кумире картинку и на ней тут же производить оцинку. Быть может, проверяя там вот особые точки, которые по границе проходят, так сразу не видно, попадает, нет. Ну, тем более, там можно масштаб-то менять, можно увеличить, уменьшить, и поэтому там всегда можно заглядить, попадает точка или нет. Ну, как обычно, мышкой, колесиком, средним крутим, увеличиваем, уменьшаем, и можно посмотреть, попадает точка на грань, ну, на эту, внутрь или нет. То есть, вот с помощью этой программы, ну, кумир, построить все это, оно мгновенно решается. Без него, там, ну, достаточно нудно математику дорисовать, а потом еще, скорее всего, небольшую программку на каком-нибудь, ну, обычном языке, цикл, там, по этим игрекитам, и оно для этого надо, это вот уравнение от этих вот прямых, там, как-то оценить и так далее. То есть, задача, да, на задачу 3 минуты отводится. Ну, мягко говоря, странная какая-то задача. У меня ощущение, что ее придумывали составители этой программы Кумир, да, системы Кумир. Конечно, в одну точку ответ будет неправильный, а проверяется только ответ. Ну, а раз проверяется только ответ, рекомендую использовать Кумир, конечно, система. Будем надеяться, что она на компьютере будет. Ну, повторяю, у нас алгоритмический язык, вот это вот ALK, NAC, там, NC и так далее, КЦ, он входит в языки, на которых можно, ну, значит, соответственно, он будет на экзамен, я так думаю. Не знаю. Я не задумался над этим, просто забрал, набрал в этом, ну, вспомнил про черепаху, она у нас где влога в языке есть для детей, там, такой, для обучения, там, в начальной школе, и в Кумире есть, скачал Кумир, запустил, все заработал, это я не интересовался версии, так просто запустил, вот же у нас робот, тут есть чертежник, вот этот, черепаха, там, и так далее, то есть, все это есть. Очень странное задание, у меня вызывает такое же недоумение, как и у вас, какой в нем смысл? ну, какой другой, вместо черепахи будет, я не знаю, что там, ящерица, что ли? Не, ну, это не важно, алгоритм, сформулировать задачу можно как угодно, главное, что тут интересует, как построить фигуру, какая фигура, какая замкнутая получается. но я понимаю, если бы они спросили, например, какой-нибудь вопросик, типа простенький, ну, скажем, периметр этой фигуры, оно это просто, хотя кто его знает, какой-то многоугольник, но где-то периметр, я раз построил треугольник у меня, сразу отвечаю, периметр 30, да, а если там был бы пятиугольник, периметр там 50, мне не нужно, из-за какого-то программирования дополнительного, чтобы эти точки считать, мне просто нужно оценить форму фигур, ну, площадь, можно спросить, треугольника со стороны 10, в конце концов, тоже, конечно, математика, но седьмой класс, в принципе, можно решить, а здесь просит подсчитать целочисленные точки, но это, конечно, мягко говоря, непросто, тем более, не дай бог, он будет побольше размером, ну, скажем, соревнование 10, а 100, ну, попробуйте там посчитать, там уже, по-моему, без программирования не обойдешься, то есть, против это неравенство, как-то там, оценивать, и расписывать целую программу, которая это все считает, что, на мой взгляд, для трехминутной задачи, но чересчур, базового уровня сложности, однобальной задачи, так, ладно, повторяю, пока что, это еще лишь, как его называют, проект, может быть, что-то изменится, мне эта задача, мягко говоря, не стоит, но ее легко изменить, повторяю, достаточно спросить, вот, вместо целочисленных точек, скажем, периметр, найдите эту фигуру, уже нормально, ну, или площадь, что-нибудь такое, что можно легко посчитать, главное, чтобы понять, какая фигура по этому алгоритму, а дальше легко все определить, а целочисленные точки считать, ну, не, ну, может быть, если там не 10 взять, а, скажем, со стороной, там, не знаю, 5-6, ну, чтобы можно было вручную, там, как-то, сетку нарисовать, и примерно быстро, прикинуть и оценить, так, ну, да, задача вот эта стандартная, там, определение, там, бывает, музыкальная запись, там, еще какие-то там, фрагменты, тут несколько действий, простая задача, не комментируем, комбинаторика, традиционно вызывает, 8-й, значит, традиционно вызывает вопросы, я просматривал статистику решения задач за последние 2 года, и, кстати, детская допрошенная задача, выбирал те, которые хуже всего школьники решают, ну, кроме новых, новых еще неизвестных статистик, вот, 8-я одна из западающих, то есть, по проценту решаемости, она, так сказать, вот, в минимуме, окружающие, предыдущие и последующие задачи получше решаются, ну, поэтому, вот, я предлагаю рассмотреть, значит, определить количество пятизначных чисел записанных восьмеричной системе исчисления, в записи которых только одна цифра 6, при этом никакая нечетная цифра не стоит рядом с цифрой 6. Опять же, в принципе, для людей, незнакомых с математикой, можно ее запрограммировать. В принципе, перебор по цифрам, и, если удовлетворяет условию, вот этому, то прибавлять единый, короче, по всем пятизначным числам пробегаем, там, от, что там, 10 тысяч до 99 тысяч, и так дальше. И внутри каждого проверяем удовлетворительные условия, то есть, одна шестерка, вокруг нее все, что надо, и если да, то прибавляем к счетчику единицу, и в конце выдаем количество. В принципе, можно запрограммировать, только, на мой взгляд, учитывая, что у нее отводится, там, минуты 3-4, вы эту программу будете писать, и откладывать, отлаживать, ну, я не знаю, гораздо больше времени. И потом еще ее, где уверенность, что она правильно считает, где вы там, при программировании в чем-то не так запрограммировали, что-то там не доучли, и она у вас, так сказать, раз, и, ну, скажем, не только одна цифра 6, а две получатся. А вы же этого не видите по решению, ну, и ответ будет неправильный. Потратится куча времени, а результат 0. На мой взгляд, конечно, лучше ее решать математически. Итак, у нас пятизначное число. Единственная цифра 6 в записи может быть ясно, что 5 случаев. Либо первый, либо второй, либо так дальше пятый. Итак, первый случай. Цифра 6 стоит в начале. Таких цифр ровно вот столько штук. Почему? Ну, опять-таки, как мы считаем стандартное комбинаторное правило умножения? Постепенно, двигаясь слева направо, заполняем, считаем количество способов заполнить очередную позицию цифры. И как только мы ее заполнили, поставили соответствующий множитель, мы предполагаем, что здесь, в этом месте уже цифры заполнены. Смотрим на следующую. Итак, в начале первая цифра у нас может быть только одним способом заполнена, шестерка. Это в этом случае у нас 6 уже там стоит. Значит, один способ. Следующая цифра у нас должна быть нечетная, не стоит рядом с цифрой 6. То есть, только четная. Отчетных у нас всего 3. Ну, в восьмеричной системе 0, 2 и 4. Значит, три способа для второй цифры. Ну, а дальше, для всех остальных цифр, они могут быть любые. В восьмеричной системе у нас любые, кроме шестерки. Шестерка-то одна уже заполнена, она впереди стоит. Значит, остается только 7 цифр. и третья, четвертая, пятая позиция, по 7. Все перемножаем, получаем вот столько штук. Считать, конечно, можно на калькуляторе, но я потом просто общим множеством вынесу по привычке, поэтому не буду считать. Второй способ, когда цифра 6, второй случай, когда цифра 6 стоит второй. Опять-таки, считаем точно так же слева направо, как обычно решаются такие комбинаторные задачи. Первую цифру мы можем выбрать двумя способами. Это либо 2, либо 4. Началось у нас 6 стать второй, и для второй цифры выбор варианта только один. Второй множитель, вот он, единичка. То для первой цифры мы можем поставить любую четную, но 0 поставить не можем, потому что пятизначное число не может с 0 начинать. Значит, всего два способа. Ставим двоечку. Потом единица, это шестерка, она уже выбрана, один способ. Следующая после шестерки, любая четная, в том числе и 0, то есть три способа. Ну и четвертая и пятая, любая цифра, кроме шести, то есть у нас 7 и 7. Да, кстати, три четных, там у нас, где-то их 4, но шестерка у нас занята, поэтому всего три четных. Да, 0 не может быть в начале, поэтому первая двойка. Перемножили, получили второй вариант. Третий случай. Если цифра 6 стоит третьей, опять-таки, первую цифру мы можем поставить любую, кроме шестерки, и кроме нуля. Всего 8 цифр, 2 исключаем, 6 вариантов. Третья у нас стоит шестерка, поэтому там один способ, ставим единичку, а вот перед ней должна стоять, и после нее должна стоять любая четная цифра, кроме шести. Это 0, 2 или 4, то есть вот здесь и вот здесь у нас троечки. Ну и последняя, любая цифра, кроме шести, 7 вариантов. Пересчитали. Ну и дальше я просто это записываю без комментариев уже. Тем более, когда задача решается, ничего это и так не комментируется, все это в уме происходит, то есть просто выписываются вот эти пять слагаемых. Да. А мы берем справа и слева. Ну, например, берем мы цифра шестая и четвертая. Вот этот вариант мы считаем. Значит, цифра шестая и четвертая это единичка, один способ ее выбора, а перед ней и после нее мы ставим только четные цифры, потому что нечетные там не могут стоять. Поэтому тут всего три варианта. И слева, и справа. Поэтому мы учитываем тот факт, что рядом это и слева, и справа. Итак, первая цифра шесть, ну, кроме шестерки и нуля любая. Вторая семь вариантов, кроме шестерки любая. А вот третья может быть только четная, кроме шестерки. И последняя только четная, кроме шестерки, потому что четвертая цифра это четверка. Ну, и так получается. Ну, цифра шестая и пятая аналогично все это записываем. Вот. После того, все эти пять случаев, они, так сказать, не пересекаются. То есть нигде у нас нет такого числа, которое бы одновременно относилось к какому-то из двух этих различных случаев. Потому что везде шестерка стоит в разных местах. Значит, нам осталось просто их сложить и получить общее количество случаев. Берем, складываем, выносим общий множитель. Ну, и, например, вот где-то с этого места я уже применил калькулятор, который на компьютере есть. посчитал и получил ответ вот такой. Он, как ни странно, совпал с тем, который дается в демонстрационном варианте. Повторяю. Если вы попытаетесь написать программу, это возможно. Но займет времени, оно по моим прикидкам раза в два минимум больше. Да, какого в два? Еще больше. Пока вы это все аккуратно запишите, потом ее нужно отладить, ну и так далее, и тому подобное. Там, как бы, возник хватает. То есть, реально-то я решал, вот выписал это слагаемое, столбик прям, потом это, потом это, 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 потом их сложил и все сразу посчиталось. Вот. Ну, тем более, учитывая, что у нас есть калькулятор, можно уже на этом этапе сразу считать не 3 на 7 в кубе, а тут же посчитать конкретное число, а потом их сложить на калькуляторе. Так что, без проблем. И решение, ну, в эти вот 3 минуты, которые там отводятся, или 4 на решение этой задачи, вполне укладываешься, все нормально, по времени вопросов нет. Ну, задача, конечно, не простая. Ну, понятно, что не зря у нее процент решаемости достаточно плохой. Запрограммировать можно, программа будет строк, наверное, в 15, как минимум. Ну, мне кажется, нет смысла. Проще вручную сделать. Так. А, вот мерзкая задача. Ну, похожие раньше были, в смысле, связанные с применением электронной таблицы обработок какой-то информации. Но в этом году что-то она как-то вообще неприятная. Ну, то есть, вот так вот, в 2 дня, как раньше, буквально мгновенно решалось, не получается. Тут пришлось, так сказать, немного повозиться. На нее там минуты 3-4 отводится. Ну, это, на мой взгляд, очень оптимистично. Я ее тут привожу. Решение. Таблица Excel. Ну, давайте в Excel сразу перейдем. Так. Итак, нам дана таблица Excel, из которой мы считаем вот этот, ну, сразу вот этот файл, вот этот массив, шестерки. В каждой строке 6 цифр. Да, тут их строк несколько тысяч, там, 5 с чем-то, там, не помню. Больше 5 тысяч точно. То есть, вручную это не пересчитаешь. Значит, нам нужно, во-первых, количество строк, нужно определить, в которых в каждой строке только одно число повторяется дважды. И средняя архитическая, не повторяющаяся числа строки, не больше суммы повторяющихся чисел. Что мы делаем? Заполняем, во-первых, вот эту вот область формулами. Какими? Здесь мы будем считать, сколько в исходной строке, ну, от А1 до Ф1, да, сколько в этой строке повторяющихся чисел. Вот формула Ваш1. Давайте на нее посмотрим. Значит, счет если, то есть считаем в диапазоне А1 и Ф1 те ячейки, в которых значение совпадает с А1. Функция выдает значение 2, действительно, вот 37 и вот 37 в А1 и Е1. Вот оно 2 получилось. Аналогично в ячейке Е1 формула стоит. Опять-таки, тот же диапазон считается, только те ячейки, в которых значение совпадает с В1. Ну, понятно, что это значение формула даст не меньше единицы, потому что одно число в этой ячейке есть, В1, оно само. И если есть совпадающие, то будет больше единицы. Ну, тут нет совпадающих. И так дальше вот это для каждого из этих числа делаем такую вот строчку, в которой у нас в каждой значении показывает, сколько это число, ну, соответствующее из диапазона А1 и Ф1, сколько раз оно встречается в строке. Вот у нас число первое в диапазоне, то есть 37, встречается два раза. Поэтому вот H1 дает значение 2, и, соответственно, Е, это вот L1, тоже дает 2, а во всех остальных случаях единица. То есть вот здесь мы имеем, сколько каждое соответствующее в исходной строке число раз встречается. Дальше, в О1 стоит формула, в которой мы считаем, то есть определяем, если в строке только одно число повторяется дважды, то там будет единица, а если оно больше раз, чем 2, ну, либо вообще нет повторяющихся, либо повторяется более одного раза, либо есть несколько пар повторяющихся по два раза, то в этом случае мы будем просто там ставить ноль. Формула вот она. То есть мы вот этот диапазон H1 М1 суммируем, и если сумма равна 8, то есть там ровно две двойки, то есть одно число два раза повторяется, и 4 единицы, это 8. Если там нет повторяющихся, будет 6 единиц, соответственно, 6. А если там больше, ну, скажем, три раза какой-то повторяется, либо на прямой там будет три тройки, либо дважды две пары есть повторяющиеся, будет 2-2-2-2-2, уже 8, и там еще плюс что-то. Короче, восьмерка встречается в сумме только в одном случае, если каждое число повторяется ровно, одно число повторяется ровно два раза, остальные по одному разу встречаются. И вот у нас эта формула имеет вот такой вид. Значит, если сумма равна восьми, то ставим один, если нет, то ноль. Значит, итак, у нас в столбце ОАО, ну, фактически признак того, выполняется ли первое условие. В строке только одно число повторяется два. Дальше формула в столбце Q, ну, Q1 в нашем случае. Значит, мы строим сумму с условием, да, сумму по этому диапазону H1M1 и суммируем только, суммируем на самом деле диапазон A1F1, а условие если такое, если в диапазоне H1M1 больше единицы число. Ну, то есть, вот эта сумма считает сумму чисел каких? A1 в данном случае и E1, потому что у них в соответствующих местах стоят двойки. Все остальные единицы не суммируются. Короче, в точке в этой ячейке Q находится сумма повторяющихся чисел. Причем в данном случае не важно, сколько они раз повторяются, два, три, несколько, не важно. Несомненно, только программирование вы будете решать гораздо дольше. Хотя, не знаю, может быть, и не дольше. особенно, если кто умеет в Excel программировать сразу, непосредственно работая с ячейками на VBA, по-моему, Visual Basic File Application. Там еще все быстро делается. Но можно, в принципе, перегнать эту таблицу в текстовые файлы, потом его обрабатывать. Можно, да. Но, как бы, учитывая, что работа с файлом электронной таблицы, я, естественно, делаю так, как и все бы делали в электронной таблице, что быстрее. На мой взгляд, хотя, не знаю, у кого как. Какие навыки владения электронными таблицами? Если плохо владеете, может быть, программирование было бы быстрее. Итак, значит, здесь просто суммируем те, которые встречаются более одного раза. Понятно, что это для тех строк, где несколько раз есть повторяющиеся пары, это не то, что нам нужно. Но мы в любом случае, когда будем выбирать строку, мы будем учитывать условие, что там ровно два раза встречаться. Поэтому просто ставим здесь больше единицы условия сравнения. Значит, мы вот в этой командой суммируем ячейки диапазона А1, F1, если в соответствующих местах диапазона H1, M1 стоит больше единицы. то есть, те, которые повторяются или нет. Так, ну и, наконец, ячейка R. R1, вот такая длинная формула, о чем она... Ну, тут проблема-то какая? мы должны найти здесь просто среднее значение неповторяющихся строк. То есть, фактически, среднее значение, вот оно, H1, M1, где есть ячейка равной единице. То есть, выбирать из диапазона H1, M1, а считать среднее по диапазону A1 диапазон ну, тире F1. Ну, здесь проблема в том, что если у нас там нет неповторяющихся элементов, например, все одинаковые, или там две тройки, или там три двойки, то там вообще равных единиц нет. И тогда среднее значение выдаст ошибку, если там нет среднего значения, там деление на ноль возникнет ошибка. Поэтому приходится здесь еще дополнительно ставить функцию если, если сумма там, где равна единице, равна нулю, ну, то есть, если там нет неповторяющихся элементов, то в этом случае мы присваиваем значение среднеморфическому ноль, а если там не ноль, то просто считаем это среднее значение с условием по тем, где равно единице, то есть, по неповторяющимся элементам. Ну, на досуге потом можете посмотреть. Ну, ради бога. Значит, и окончательно, возможно, меня, так сказать, смутило, что здесь электронная таблица, соответственно, на обработку электронной таблицы. И, наконец, последнее значение функция S. А, столбец S мы ставим единицу, если строка нас удовлетворяет и нет, если не удовлетворяет. Значит, мы ставим, если, ну, конъюнкция, если в ячейке O, единица стоит, то есть, если она выполняется первое условие, строка число повторяется дважды. И условие R первое, меньше либо равно Q первое, то есть, средняя рифмическая неповторяющаяся числа, не больше суммы повторяющихся чисел. Потом все это просто-напросто вот так вот делается и растягивается, ну, копируется до конца. Просто в последней строчке мы считаем, последняя формула, вот считаем сумму всех ячеек столбца S. Это дает нам ответ, и мы получаем ответ 2241. Вот такая вот задачка, так она решается в электронной таблице. В питоне, там, не в питоне, в любом языке, повторяем, мы берем таблицу эту, загоняем ее, скажем, можно в средствами Excel даже, загнать ее в текстовый файл с разделителем любым, каким мы хотим, ну, скажем, с пробелом, или CRV файл сделать с разделителем точка запятая, например. И потом, да, обрабатывать вполне себе можно. По каждой строчке проверить эти условия, можно запрограммировать. Насчет быстрее, медленнее, сложно сказать. Здесь, обратите внимание, все формулы, они очень сильно друг на друга похожи, поэтому тут меняются только отдельные элементы и достаточно, в общем, логически очевидны. Поэтому, не знаю, мне не показалось, что это так нудно. Ну, вообще, меня, конечно, смутило то, что все-таки здесь в электронной таблице, поэтому я язык программирования не трогал. Итак, вот с помощью электронной таблицы вот так это можно сделать. И получаем ответ 2241 строк, а всего там строк, по-моему, больше 5000, не помню сколько. Вот так как-то это можно сделать. Тут я с вами, ну, тут говорится о том, какое-то замечание, что такими заданиями формулируем, формируем у детей комплекс неполноценности, отвращения и так далее и тому подобное. Я могу с чем здесь согласиться? На мой взгляд, 27 задач, мягко говоря, многовато. На мой взгляд, вполне достаточно было раза в два их меньше сделать. Вполне они проверяют, насколько человек владеет информатикой, либо не владеет. На 4 часа. Ну, с другой стороны, если варианты, как вот в этом году было, они были достаточно похожи, демонстрационный вариант все на реальном экзамене. то есть там цифры менялись, условия менялись, но в принципе задачи были похожи. Это приводило к тому, что мы могли просто-напросто, ну, достаточно быстро, так сказать, натаскаться, подготовить некоторые домашние заготовки и вполне себе в 4 часа можно было уложиться. То есть первый вариант мы решаем, вот я когда глаза его увидел, первый раз проишу, у меня больше 4 часов уходит. А второй, особенно третий, четвертый, решаются уже практически быстро, ну, похожие варианты. Ну, я на экзамене смотрел реальные варианты, так сказать, они потом уже, после экзамена, они друг с другом сильно похожи, если и на демонстрационный вариант похожи. То есть тут натаскаться, в принципе, можно. На кой такие задания, я не знаю, что они проверяют, не знаю. Это вопрос никому. Текст произведения Льва Николаевича Толстого решать не буду. А, единственный момент интересный. Проверил, глазам не поверил, попросил еще несколько человек проверить. У всех получилось 45, а в ответе, в демонстрационном варианте, здесь стоит 46. Проверил все файлы, и там, и txt, и расширенный rich.txt формат, и word. Везде по 45, а почему-то у них 46. Не знаю, почему. Ну, так вот, момент. Можете с вами проверить. Итак, здесь у нас, значит, слово теперь встречается 45. Так, да, предыдущая задача, понятно, что файл нужен, она делается с помощью компьютера. Эта задача выполняется 11-ая устно, ну, без компьютера, в смысле. Ну, она реально не такая уж и сложная. Запутанное, конечно, условие, длинное, такое, нудное, но, в принципе, так сказать. Значит, у нас есть компьютерная система, каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 250 символов, содержащий только цифры и символы, ну, короче, 10 цифр, и символы из 1650 символного специального алфавита. Китайский, что ли? Нет, у китайцев больше. Но неважно. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. Так, для каждого идентификатора. У китайцев стандартный алфавит это в районе 8000 иероглифов, а расширенный такой со устаревшими словами там 50 с чем-то тысяч. Так, что-то я про китайцев. Значит, в базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. Ага, При этом, используя посимвольное кодирование этих символов, все символы кодируются одинаково, минимально возможным количеством бит. Обратить объем памяти в килобайтах необходимо для хранения 65536 идентификаторов. Число хорошее, степень двойки сразу видно. 64 килобайта. В ответе запишите только целое число, количество килобайт. Ну, решение достаточно такое стандартное. Начнула всего 1650 символов, плюс 10 цифр, всего 1750 символов. Согласно вот этому неравенству, нам хватит... А, выскочила. Нам хватит так самых... Нам хватит... 11 бит. На кодировку одного идентификатора потребуется 250 символов на 11 бит на каждый, 2750 бит, да? Ну, а так как у нас в одном байте 8 бит, делим на 8 и получаем, что это число находится вот в этом диапазоне. Значит, минимальное возможное количество байт, необходимое на хранении одного идентификатора, 344. Можно и больше, но минимальное 344. Все, осталось это умножить на 65536 идентификаторов. Это будет в байтах. И потом еще разделить на число байт в килобайте. Подставляем, делим, получаем ответ. В принципе, даже и устно решается. Ну, я-то, конечно, на калькуляторе считал вот в этом месте. Лень была перемножать. А так все остальное устно. Так, значит, ну вот... Достаточно быстро решается. И понятно, что она устно решается. Ну, в смысле, без компьютера решается. Исполнитель-редактор очень долгая история этой похожей задачи. Она встречалась на игре уже несколько лет. Я не буду рассматривать. Времени не хватает. Это оценка там числа различных путей. Ну, в принципе, тоже стандартная и решается без компьютера. Просто здесь проставляем эти все количество путей там над каждой точкой и в итоге находим то, что нам надо. Тоже без комментариев. Хорошо известная задача. Много лет уже на игре есть. Так, тоже задача, которая предполагается решение без компьютера. Ну, я проведу оба решения, потому что, на мой взгляд, вот здесь, как раз-таки, решение с помощью языка программирования получается, ну, на мой взгляд, быстрее, чем вручную. Хотя и вручную несложно. Так, примерно, плюс-минус одинаковое время уходит. Но для этого надо определенные, так сказать, знания математики иметь. Поэтому тут я не знаю, как тут. Учитывая, что подавляющее большинство наших программистов школьных, так сказать, в кавычках программистов, они с математикой не дружат. Для них, наверное, программирование будет проще. Итак, у нас есть арифмическое выражение, которое записано в системе исчислений с основанием 15х. это вот, ну, это цифровая запись, то есть, вот, математики обычно здесь ставят черточку, да, то есть, цифры числа. Буковку X содержащую. Записи чисел переменной X обозначены неизвестной цифрой эзофаида 15-речной системы исчисления. Определите наименьшее значение X, при котором значение данного арифмического выражения кратно 14. Для найденного значения X вычтите частное деление значения арифмического выражения 14, укажите его в ответе в десятичной системе исчисления. Ну, в принципе, задача решается легко. Вспоминаем разложение по разрядам и расписываем для каждого из 15-речных чисел по степени 15. Первое число плюс второе число. Наша сумма записывается вот так. Приводим подобные и переписываем ее в таком виде. Это, конечно, не запись 15-речных. Больше 4-речных. Поэтому тут у нас тут у нас получается значит надо проанализировать это выражение насчет делимости. Вспоминаем, что такое делимость. Да, 15 у нас сравнимая с единицей по модулю 14, то есть при делении на 14 имеется так 1. Соответственно, 15 в любой натуральной степени тоже имеет так 1. Известное свойство, то, что если я отношение сравнение по модулю возведу в одну и ту же степень натуральную, оно сохранится. Соответственно, у нас 15 в любой степени сравнимо с единицей. Поэтому вот эту исходную сумму я могу записать в сравнение. Ну, везде вместо 15 в любой степени поставлю единицы. Значит, исходная сумма сравнима с вот этим выражением по модулю 14. Приводим подобные, получаем 2х плюс 20. Ну, а 20 сравнимо с шестеркой по модулю. Соответственно, получаем окончательно, что наша исходная сумма, вот эти ужасные числа, сравнима просто по модулю 14 с выражением 2х плюс 6. Осталось продобрать минимальное х, так, чтобы 2х плюс 6 делилось на 14. Ну, понятно, что это 4. 2 на 4 плюс 6 равно 14 делится на 14. А если меньше 4х, там будет меньше 14, и поэтому делиться не будет. И теперь осталось только подставить это 4 вместо х и тупо на калькуляторе все посчитать. Здесь калькулятор начинался с вот этого места. Ну, вручную лень было считать. Раз посчитали. И получили ответ достаточно... А, еще не ответ. У нас же разделили на 14, да? Значит, делим на 14, получаем ответ. Тоже на калькуляторе. Вот решение как бы... Ну, честно говоря, все, оно у меня заняло время, вот пока я это выписывал аккуратно. Вот как писал на бумаге, так и получал. То есть, совершенно, ну, несложная задача, прямо скажем. Но, помятую о том, что сравнение по модулю все-таки вещь такая, больше относится к олимпиадной математике, в школьном курсе не изучается. Свойства остатков там и так далее, свойства сравнения по модулю, по крайней мере, оно-то изучается, но в обычной школе базовой не изучается. Поэтому такие вещи обычно хорошо знают олимпиадники, вот обычные школьники не очень. Поэтому в этом случае мы переходим к вашему питону, да. Буквально раз, два, три, четыре, пять строчек программка, которая позволяет нам получить правильный ответ. Идея программы. Мы берем, перебираем все числа от нуля до ге, да, в 15-ричной системе исчисления. Первая строчка, цикл x из этой вот строки. Перебираем от нуля до е. И дальше просто строим эту сумму функция int с аргументом 15, вторым, она предыдущую строку переводит в целое число, ну, база системы исчисления 15. Ну, то есть вот в явном виде во второй строке написана сумма двух этих чисел. Вместо x мы подставляем, ну, в цикле любую цифру, начиная от нуля. Всего цифр у нас 15, соответственно, где-то там, скорее всего, у нас сумма будет кратна. Ну, и условия внутри цикла. Если s делится на 14 без остатка, то выдаем в ответ, а, сумма делящаяся на 14, нам нужно ее. Запускаем и получаем ответ. То есть вполне себе короткое решение. Ну, и в данном случае, честно говоря, на мой взгляд, оно быстрее получается, чем для среднего школьника, чем вручную. Что тут может быть, так сказать, какой здесь может быть подводный камень? Ну, как и при любом компьютерном решении, мы не уверены в том, что там нет ошибок чисто логических или еще каких-то внутренних. Ну, синтаксических понятно мне, их компилятор, интерпретатор там выдаст сообщение об ошибке. А вот что там нет логических ошибок, это всегда остается за рамками. Проверьте, это достаточно. Ну, идея тут простая, прозрачная, поэтому, на мой взгляд, здесь это даже лучше решение. По крайней мере, для программистов наших оно проще. Ну, еще раз. Вот, видите, там 15 во второй строке. Функция int в питоне переводит, кстати говоря, если в каком-то другом языке программе рисовать, там уж такой функции нет. И прежде чем учиться. Если бы система была больше, чем 16-ричная, я тоже не уверен, что у нас работает в питоне. Там до 16 это работает, это стандартная система счисления. Честно говоря, я даже не попробовал ради интереса. А если, например, там бы была 25-ричная система, сработала бы или нет, не уверен. Потому что буквы ABCDEF зафиксируем для 16-ричной системы, а вот дальше что-то как-то я особо не встречал на практике применять таких систем счисления. Поэтому работает ли оно или нет, не знаю. Ну, может, кто-то он хорошо знает, может вам сказать. Но, вообще говоря, там нигде я не видел каких-то там ограничений на этот параметр 15-ричной системе. Так что может быть и сработает. Если дальше по порядку CDEFG и так дальше, может и сработать. Но что-то я сомневаюсь. Не знаю. Не могу ответить. До 15-ричной и все нормально. Ну, а если вы работаете, скажем, в каком-то другом языке и там вот такой нету перевода, ну, придется просто-напросто повторять вот это вот действие только программным путем. То есть расписать, перемножить эти все разряды и все нормально. Будет то же самое. А вместо X в цикле просто брать от 0 до 14, перебрать все значения и все то же самое. То есть проблем особых нет. Так, пятнадцатая задача. Задача логическая. Опять-таки, решается без применения компьютера. Ну, в данном случае вполне себе можно компьютеры применить. Поэтому я покажу оба решения и, так сказать, пустое. Ну, в смысле, без компьютера и на компьютере написать программку. Программка там несложная, в общем-то. И в данном случае работает. Ну, учитывая, что у нас дискретные значения X, дискретные значения A, мы можем их перебирать в цикле. А вот задача, где там у нас, условно говоря, принадлежит к какому-нибудь множеству, а множество там отрезков каких-нибудь, то там уже непонятно, как это программировать. Скорее всего, проявится вручную решение. Ну, в данном случае можно и перебрать. Тут A натуральное, X натуральное, то есть дискретное можно перебирать в цикле. Так, значит, обозначим через дел NM утверждение, натуральное число N делится без остатка натуральное число M. Для какого наименьшего натурального числа A вот эта формула тождественная истина при любом натуральном значении X. Но опять-таки, мы ее преобразуем к виду дизюнкции, используем правило удаления импликации вот первым действием. Ну, и тот факт, что операция дизюнкции ассоциативна, значит, скупки можно не ставить. Получаем три дизюнктивных слагаемых, три логических слагаемых. И нам нужно, чтобы эта формула была всюду истинна. Причем нам нужно найти ограничение на A. Значит, соответственно, если мы X берем такие, что истин какой-то из этих слагаемых, первых двух, то формула будет истинна, независимо от того, какое значение A у нас там будет. Поэтому у нас, естественно, чтобы выделить условия на ограничение на A, нам нужно выбирать такие X, чтобы первые два слагаемых были ложные. Тогда истинна все дизюнкции будет определяться последним слагаемым, там, где есть буква A. Вот мы на основе этой идеи начнем анализировать. Значит, когда у нас, когда оба первых одночлена будут ложны, не DLX2 и не DLX3. Значит, они ложны тогда и только тогда, когда сами они истинны. То есть, X делится на 2, и X делится на 3. 2 и 3 взаимно простые числа, поэтому X делится на 6. Итак, когда X кратно 6, у нас истинность всей формулы будет определяться последним слагаемым, то есть там важно A. Для любых других X, которые не кратны 6, ну, не важно совершенно, какой там A, все равно формула будет истинна. Поэтому, пользуясь этим, мы как раз-таки посмотрим, значит, какие X кратны 6. При X кратном 6, какой нужно выбрать наименьшее A. Наименьшее натуральное X, которое кратно 6, это шестерка. Соответственно, для шестерки и дальше A надо подбрать минимальное. Ну, значит, минимальное A это 94. 6 плюс 94 равно 100 выполняется. А если брать еще A и X больше, то тем более X плюс A будет больше, X плюс 94 будет больше 100. А если X не кратна 6, то там в любом случае формула будет истинна, не важно, какое A. Значит, наименьшее A 94. Весь анализ, опять-таки, заключается в том, что мы практически вот из этой формулы сразу видим, что нас интересует только X, который кратна 6. И отсюда сразу получается значение A. То есть, она решается, ну, буквально за меньше минуты. Я не знаю, только выписал, и тут же все понятно. Но, тем не менее, опять-таки, вспоминая о том, что наши школьные программисты не очень-то логикой владеют, тем более, вот эти преобразования логические, это такое дело, такое тяжелое. Поэтому тут тоже достаточно легко можно запрограммировать. Ну, скажем так, подобрать правильный ответ. То есть, это не решение, конечно, задачи, но так, в данном случае ответ можно получить. Определяем функцию del, ну, она там в условии, если X делится на N, то значит, соответственно, это истина. Если нет, то ложь. Ну, и функцию f от X, а мы обозначаем ту самую функцию, которая у нас там дана. То есть, del X2, импликация не del X3, и все это или X плюс A больше либо равно 100. Опять-таки, вместо импликации мы меньше либо равно рисуем, ну, и все остальные, так сказать, стандартные вещи. Ну, а дальше просто делаем перебор. У нас нужно найти наименьшее значение A. A натуральное. То есть, начинаем с единицы и постепенно увеличивая A, проверяем. Вот делаем цикл wow true, то есть, пока вайл бесконечно работающий. Если у нас для всех X из диапазона от 1 до 1000 f от X, а истина, то мы печатаем A и останавливаемся. То есть, считаем, что дальше X перебирать не надо. Нас, конечно, требуется, что для любого X, но мы же любой X не переберем, их бесконечно много. Поэтому берем там, ну, какое-то разумное, да, ну, тысячу, скажем, проверить. Будем считать этого нормально. Ну, а дальше и заканчивается работа программы, брейк, и выходим из цикла и завершаем работу. Если же не для всех X от 1 до 1000 f от X истина, то у нас K добавляется единица, мы для нового A проверяем. Итак, по кругу пока не найдем первым такое A, то есть, минимально и меньше, которое выполняется в условии. Подбор решения получается. Ответ 94. Все нормально. Единственное, повторяю, с точки зрения, как бы, математики, ну, формально мы не можем в ответе в этом уверенным. А вдруг при X равном 1001 что-то там где-то для A равном 94, например, 4 уже не будет истина. И тогда A равном 94 неправильный ответ. Ну, можно здесь 10 тысяч поставить, все равно быстро считает. Тоже ответ получится. Ну, повторяю, формально это не решение с точки зрения математики задачи, но с точки зрения информатики подобрать ответ, так сказать, в принципе, ну, с определенной степенью надежности позволяет. То есть, вот задача, которая достаточно легко получает. Ну, подобрать можно правильно ответить. Так, замечание прошло, да, что, ну, как программисты могут не знать про математику. Программисты очень разные. Они, соответственно, и зарплаты разные получают. Ну, как бы, кто-то, так сказать, они все нужны в каком-то степени, просто у них будут разные зарплаты. А программисты нужны и кодировщики, и, так сказать, писатели там в всяких простых графических интерфейсах. И нужны такие серьезные разработчики, там, которые компиляторы пишут, там еще что-нибудь такое интересное. В том числе решают и научные проблемы, и так далее. Ну, вот те математику знают. Ну, не суть важна. Сейчас повторяю, мы фактически этого мы сейчас дойдем в другие дебри. Задача 16. Согласно спецификации для ее решения требуется этот самый компьютер. Правда, в данном случае без него все прекрасно решается. Учитывая, что этот алгоритм любому, так сказать, программисту понятно, что это факториал. Поэтому мы считаем на самом деле 2023 факториал делить на 2020 факториал, то есть сокращаем будет 2023 умножить на 2022 умножить на 2021. Считаем, получаем правильный ответ. Ну, конечно, это может быть любая формула и общее решение проще, конечно, запрограммировать это дело и ну и посчитать в программе. То есть, вполне себе нормально. Алгоритм здесь, конечно, будет рекурсивный, но вы видите, что f определяется через f, рекурсивный алгоритм. Вот эти две строчки буквально программой пишется. Ну и плюс третья строчка вычисления значений, которое нужно в ответ. То есть, в принципе, нормально она решается с помощью компьютера. Ну, в данном конкретном случае, учитывая, что здесь простая функция, считается устно. А вообще, если там что-то накручено, то так быстро, устно не просчитаешь. Раньше, она еще была, вот года 2-3 назад, она была без, когда без компьютера был экзамен, тут просто брали маленькие числа, ну, там, условно говоря, f от 5, там, делить на, ну, какое-нибудь небольшое число, что мы можем в уме перебрать. Там, построить эту цепочку устно, вот этих вот рекурсий, да, глубину там оценить и посчитать, что получится. В данном случае, так как все делается на компьютере, теряется смысл этого. И они просто ставят большие числа, чтобы вручную это было невозможно сделать и приходилось программировать. Ну, в принципе, без проблем. В данном случае, повторяю, решается легко, просто потому, что хорошая функция f. А в общей ситуации, конечно, на экзамене будет какая-то другая, так сразу не догадаешься, и там надо будет проще всего запрограммировать. Я не программировал. Так, задание, ага, в файле садишься последовательных чисел. Ну, дальше пошли задачи на, вот эта задача 17, она, во-первых, содержит там файл для обработки. Файл, конечно, большой и длинный. Она решается с помощью, ну, понятно, что программирование вручную, там-то все не пересчитаешь никак. В принципе, можно, конечно, если тогда с такой целью сделать это и на экселе, но не надо. В данном случае, проще запрограммировать. Программу я здесь привожу. Учитывая, что она очень простая, без комментариев, там, на досуге посмотрите, просто времени у нас уже мало, я стараюсь сейчас немножко ускоряться. Там, ну, посмотрите, программа несложная, считается, там, и находят у нас два числа, 180 число пар, которые дают эту условию, а вот большое длинное число, это сумма квадратов, вот этих вот, или этих двух пар. Ну, там, а квадрат плюс б квадрат, такое большое число. Там много этих самых чисел, там, вручную не пересчитаешь. Ну, вот, в частности, текст на, этом самом, как он называется, на питоне, который это решает. Задача, на мой взгляд, несложная, поэтому, без комментариев. Эта задача не новая, 18-я. Она у нас была в свое время. Появилась она года два назад, по-моему. А, нет, не два. Ну, в общем, когда стала компьютерной, ну, год назад, да, переразбор на экзамене, только там этих стенок не было ограничивающих. Там просто одну формулу вводили, растягивали ее, и все, и заканчивалось на этом. Ну, а в данном случае тут еще все-таки стенки, соответственно, например, у нас куда он движется? Вправо или вниз? Например, в эту точку 3 я могу, сверху никак не попаду вот отсюда, потому что мне стенка мешает. Значит, я могу попасть сюда только отсюда. Соответственно, здесь форма будет не такая, как в предыдущих. Ну, например, вот здесь я могу попасть и отсюда, и отсюда робот может попасть. Поэтому там надо выбирать, каким путем удобнее попасть, там нужно формулу вводить. А вот здесь уже только одна, и формула будет другая. Поэтому общая идея решения мы берем таблицу в Excel, дублируем ее, вводим там всякие формулы стандартные, как для решения задачи без ограничителя, а потом в ручном режиме перепрограммируем, меняем формулы в тех вот ячейках, где у нас есть и вот линии. Да, здесь есть решение, да, ну давайте посмотрим, как для интереса. так, где там она? Вот она, да. Так, заходим в Excel, связанный объект. Значит, вот исходная таблица, тут никаких формул нет. Значит, дальше я ее сюда копирую. В принципе, все числа в ней уничтожаю, а вместо них ставлю формулы. Ну вот, ну формулы стандартные, вы знаете, да, то есть мы берем из этой таблицы число, вот это вот, то есть то число, монет, которое он берет при переходе на эту ячейку, плюс прибавляем предыдущие. И так вот в этой строке они все одинаково размножаются, формулы. То же самое вниз столбится, то же самое. Ну, а вот, например, вот эта ячейка тоже стандартная формула. При переходе на ячейку B2, вот где 29 нарисовано, мы туда подбираем монеты там находящиеся, то есть прибавляем B2, а попасть мы на нее можем либо из верхней ячейки, либо из левой. Поэтому убираем максимальное значение между вот этими двумя. Короче, вот после заполненной таблицы в каждой ячейке получается в каждой ячейке получается формула и число, которое показывает что будет, если робот будет двигаться вот по правилам описанным в условии без ограничений. И осталось только поменять формулы в тех ячейках, где у нас вот эти вот линии ограничивающие меняют всю ситуацию. В частности, вот, например, здесь формула другая, да, потому что просто мы не можем попасть слева, да, поэтому прибавляем просто к верхней ячейке, ну, из верхней ячейки берем монеты и те, которые были на этой раньше. И так вот меняется все и получаем максимальное значение. Ну, а чтобы получить минимальное, достаточно поменять везде функцию max на min. Это даже можно сделать сейчас. Мы все помечаем, выбираем замену, выбираем параметры менять внутри формул и меняем max на min. Заменить все, так, по строкам формулы менять, так, оп, пересчитали, 298 замен и получили решение второе число, 126, это минимальное значение ячейки. Ну, вот так вот, в общем, как-то она решается. 1099 это максимальное, если будет он выбирать самые большие, а 1026 минимальное. Вот такая вот история. Ну, задача, повторяю, не новая, в принципе, я думаю, там проблем не составит. Так, 19, 20, 21 пропускаю. Эта задача все решается без компьютера, значит, начинаю, а, хотя там можно программировать, но, сейчас даже касаться не буду, значит, 19 считается базового уровня, 20 повышенного, 21 высокого. Все строят по одному баллу, анализ алгоритма игры, ну, у нас уже были, по-моему, даже отдельные вебинары, посвященные этим задачам, вот именно игровым, их всего три в экзамене, и, в общем-то, анализируйте стратегии и так далее. О, 22, новая задача, новая задача в экзамене, долго тут весьма все описывается, значит, у нас фактически дело идет о, так сказать, многопроцессорной системе, где процессы выполняются, ну, какие-то независимые друг от друга, какие-то, ну, в цепочке, то есть, каждый следующий может выполняться только если какой-то предыдущий определенный выполнен, ну, они используют их результаты при подсчетах, поэтому нужно дождаться, пока закончатся предыдущие процессы. И здесь у нас идентификатор процесса в таблице, время выполнения этого процесса в миллисекундах, и идентификатор процесса, от которых он зависит, то есть, может начинать выполняться только тогда, когда эти процессы, от которых он зависит, закончат свое выполнение. Но если 0, то ни от кого не зависит, сразу начинает работать параллельно. А вот если стоят какие-то номера, значит, соответственно, например, вот третий процесс, который работает 1 миллисекунду, может начать работать только когда закончатся процессы и 1, и 2. Ну, то есть через 4 секунды, потому что 4 больше чем 3. Значит, 1 и 2 начинают работать одновременно. Через 3 секунды заканчивается второй, но первый еще не закончился. Потом еще через секунду, через 4 секунды от начала заканчивается первый. и начинает работать третий. Таким образом, третий закончат через 5 секунд. 4 плюс 1. Ну и так далее. В общем, определить минимальное время для файла, который дан. Учитывая, что там файл достаточно короткий, то, на мой взгляд, проще всего просто в табличке это быстро сделать, как я и сделал, и вам сейчас покажу. И, конечно, если бы здесь было строк не 12, а, скажем, там 1200, то уставила бы рука. А так так как он короткий, проще. Значит, е какая? Ну, я делаю новый столбец D, который, ну, это время завершения процесса, общее время от начала работы всей этой системы. Если у нас в предыдущем идентификатор зависимых процессов стоит 0, то я просто копирую. То есть, стоит формула равно B2, да? Время выполнения процесса просто копируется. Так. Если мы доходим до ячейки, где у нас, до процесса, который зависит от предыдущих. Вот, например, этот процесс, номер 3, зависит от 1 и 2. Значит, соответственно, я здесь леплю формулу. Ну, B4 – это время непосредственно работы самого процесса. Плюс максимальное значение из тех процессов, ну, я их просто тыкаю, когда формулу завожу, из тех, которые здесь обозначены. 1 и 2, 1 и 2. Вот их выбрал максимум между ячейками D2 и D3. В ячейках D2 и D3 время окончания тех процессов стоит. Ну, и так дальше. Вот, например, четвертая строка после третьего процесса. Значит, это формула B5, время работы самого четвертого процесса и ссылку на предыдущий третий процесс, время, которое мы получили. То есть после его окончания должно работать этот процесс. И так аналогично заполняется. Ну, тут не копирование, потому что там, где, ну, каждый раз нужно свою формулу вводить, в зависимости от значения вот здесь расписанных. Конечно, можно сделать общую таблицу. Да, если бы тут было много строк, то надо было бы делать общую таблицу и общую формулу, которая бы это все делала. В принципе, это несложно сделать, но как бы, ну, там нужно по индексам ссылаться, по этим номерам переходить на нужную. Ну, в общем, зачем городить, если тут можно все это вручную быстро нарисовать. Итак, вот эти вот я 12 строчек элементов столбца заполняю. И последняя формула. Найти максимальное значение. Ну, оно и устное видно, на самом деле. И среди этих 12 максимальное 17. Даем ответ 17. Задача решена. Ну, на мой взгляд, это быстрее всего. Можно, конечно, там граф рисовать, какой процесс друг за другом, ну, как обычно делают в задачах вот на проектирование вот этих вот сложных технологических схем. Можно как-нибудь еще придумать. Ну, в данном случае можно Excel общий файл нарисовать, который будет в произведенной ситуации это делать. Ну, у нас тут очень коротко, поэтому мне показалось, быстрее просто сделать это устно. Еще раз. Если бы здесь было много строк, тогда бы, конечно, вот так вот вручную пройти по 12 этим самым строчкам я бы не смог. Мне бы пришлось какую-то общую программу. Ну, либо программу делать, либо в Excel, ну, в Excel это несложно, раскидать это все и написать, и потом размножить это. Ну, а тут всего 12 строк, тут тысяч нет, поэтому просто вручную прошли и быстро посчитали. Вот. Повторяю, если бы много было, но я не вижу смысла делать для много. Во-первых, это, скорее всего, на реальном экзамене будет что-то другое. Может быть, как-то поменять немножко условия. Ну, и, вероятно, там будет много строк. Ну, и запомните, по-моему, ну, в общем, несложно сделать книгу в общем виде, которая для произвольной, ну, для каждой строки это отдельно, одной бы формула все обрабатывалось. Ну, там нужно, во-первых, вот это разделить четыре, ши, а то есть, эти индексы вот раскидать, если там несколько процессов ссылается, то там нужно разбросать их на два, ну, на две, скажем, ячейки, и на каждую потом, в зависимости от значения, ссылаться на нужную строчку. Ну, в общем, это можно сделать, но нет смысла, на мой взгляд. Для 12-ти это строк, проще сделать вручную. Просто перебором. Опять же, программы всякие писать, смысл. Вот так пробежался и все сделал. Зачем? Терять на это время. Тем более, там по времени минуты три на нее отводится. Так, 23-я задача. Тоже задача хорошо известная. Раньше она была на ЕГЭ. Тоже, в принципе, можно ее программированием решить. Ну, я хочу провести здесь какой-то такой достаточно мне понравившийся способ, позволяющий все такие задачи решать достаточно быстро. Ну, то есть, буквально рисуешь табличку и быстро ее заполняешь. Учитывая, что у нас траектория всего до 35-ти, она решается, ну, в смысле, без компьютера. Ну, и по спецификации она без компьютера. Как ее можно усложнить? Предложить ее обрабатывать на компьютер. Здесь вместо 35-ти поставить, ну, скажем, 3,5 тысячи, да? Тогда как бы вручную устанешь пересчитывать и нужно будет уже программировать. Но здесь все коротко, поэтому можно сделать вручную. Значит, у нас всего две операции прибавить 1 умножить на 2 и нам нужно посчитать, сколько у нас есть этих самых траекторий, когда от одного числа до 10 доходим. Содержит 10, да? И не содержит 17. Ну, вот простой способ. Значит, понятно, что количество программ удовлетворяющих условия, значит, равно количество программ от одного до 10, потому что 10 в любой из них содержится. И потом от 10 до 35 их надо перемножить. Причем во второй последовательности 17 не должно быть в траектории. Как заполнять такую-то, как посчитать количество программ? Очень просто. Вот мы берем эту табличку. В ней первая строка – это число, на котором мы заканчиваем, начиная с единицы. А вторая строка – это число программ, которые нужно, чтобы до этого числа дойти, начиная от крайнего левого. Вот от единицы мы ставим единицу, ну, считаем, что на нее существует одна траектория, пустая, которая из единицы переходит в единицу. А дальше каждое очередное число мы заполняем следующим образом. Ну, для примера. Вот, чтобы дойти до числа 8 из единицы, нам нужно сколько, с какими способами мы можем попасть в восьмерку? Либо умножив 4 на 2, то есть вот отсюда, либо к 7 прибавив 1. Здесь умножить на 2, а здесь прибавить 1. А с какими способами мы можем до 4 дойти? 4-мя, а до 7 – 6-ю. Значит, 10 – это равно 4 плюс 6. Ну, и аналогично заполняется, вот, начиная с первого, мы заполняем и аккуратненько доходим до 10. Получается, от 1 до 10 – 14 программ, которые из единицы в 10 переводят. Аналогично, количество программ, приводящих в 10 – 35, не содержащих 17. 17 в таблице нет, заметим. После 16 – 18. Ну, и дальше, опять-таки, 10 я могу получить из 10 пустой траектории 1. Ставлю 1. 11 могу получить только из 10 прибавляя 1, то есть 1 задача. Ну, и так далее, так далее, так далее. 18-19 вообще никак не могу из 10 получить нашими способами. 20 могу, умножив 10 на 2. 21 прибавив к 20 единицу. Ну, вот, например, 22. 22 я могу получить либо из 21 прибавив к нему единицу, либо из 11 умножив на 2. И там, и там у нас единичка. 1 плюс 1 получаем 2. Ну, и так далее. Скажем, как вот получить под 28, 5 получилось. Да, все заполняется слева направо, последовательно. Значит, 28. Я могу получить либо из 27 прибавив к нему единицу, либо из 14 прибавив к нему единицу. Значит, к единице добавляю 4, получаю 5. Ну, и так далее. Легко понять, что это рекурсивная, так сказать, процедура, которая позволяет нам вот это заполнить последовательно слева направо, быстро заполняется. Ну, тем более, тут почти все единицы, тут они сразу автоматом заполняются. И тут получаем всего таких программ 7, которые с 10 переводят в 35 и не содержат 17. Ну, а общее количество перемножаем, получаем 98, получаем ответ. Как это программируется? В принципе, можно запрограммировать также рекурсивно такую функцию запрограммировать. Ну, и потом просто в конце написать, что f от 14 умножить на f от 7 и получим 97. Ну, там надо учесть, что 17 не должно содержать, содержать 10 должно. А, ну, 10 мы f от 10, гарантированно. То есть мы определяем функцию f рекурсивно, а потом пишем там, выдать, ну, print, да, если на этом самом, на питоне, print, что там, f от 10 умножить на... Или даже там 2 надо значить, да, от 10, от 1 до 10 и от 10 до 35, да. Каждая из них определяется рекурсивно. Так, здесь перемножить. И вот она описывается, и стандартно. Только надо учесть, что еще 17 не должно содержать. В принципе, программу можно описать. Но, на мой взгляд, городить огород, ну, дольше. Тут просто это пересчитывается буквально, так сказать. Вот как таблица рисуется, так она что заполняется, и тут же получается все ответы. То есть нет смысла. Так, дальше идет цикл программ, которые я пропускаю, просто у нас уже времени нет. Ну, тем более, если это задача на программирование, там был заказ, последнюю сдачу. Давайте последнюю сдачу и посмотрим. Ну, тут 24 стандартная задача, 25 обычная текста, ну, в смысле, программирование. 26 обработка файла, 27 обработка файла. Так. Ну, давайте посмотрим на 27. Задача поподробнее. Значит, заказ просто был, попросили ее подробно рассмотреть. Значит, у нас в медицинской компании есть Н пунктов приема биоматериалов на анализ. Все пункты расположены вдоль автомагистрали, скажем, и имеют номера соответствующие расстоянию от нулевой отметки до конкретного пункта. Ну, например, там 5 километров, так и называется номер 5, там 8, номер 8, там 15 и так далее. И вот их там сколько-то натыкано. А, N пунктов, да, и последний там где-то будет N. Ну, я тут уже их упорядачил по возрасту. Дальше. Известно количество пробирок, которые ежедневно принимают в каждом из пунктов. У кого? Ну, видимо, у тех, кто по автостраде едет. Пробирки перевозят в специальных транспортировочных контейнерах вместимостью не более 36 штук. Каждый транспортировочный контейнер упаковывается в пункте приема и вскрывается только в лаборатории. Ну, то есть в каждом собирается в контейнер, а потом переводится в лабораторию. Стоимость перевозки биоматериалов равна произведению расстояния от пункта до лаборатории на количество контейнеров с пробирками. Ну, предположим, общая стоимость перевозки за день равна сумме стоимости перевозок из каждого пункта в лабораторию. Лабораторию расположили в одном из пунктов приема, ну, где-то здесь ткнули лабораторию, букву L поставим. Так что общая стоимость доставки вот из всех вот этих вот пунктов минимальна в лаборатории. Определите минимальную общую стоимость доставки биоматериалов из всех пунктов приема в лабораторию. Входные данные. Дано два входных файла. Ну, в одном из них там несколько сотен этих самых пунктов, а в другом там, по-моему, сотни тысяч, а может миллионы. Значит, каждый из такой в первые, да, до 10 миллионов n, да, содержит число n, количество пунктов. В каждой из следующих n строк находятся два числа, номер пункта и количество пробирок в этом пункте. Все числа натуральные, количество пробирок в каждом пункте не превышает тысячу. Пункты перечислены в порядке их расположения вдоль дороги, начиная от нулевой отметки. В ответе укажите два числа. Сначала значение искомой величины для файла а, затем для файла б. Типовой пример организации данных во входном файле. Вот он. то есть, 6 это всего пунктов, тут номера их, то есть, ну, а номера соответствуют расстояние до нулевой отметки и количества пробирок. При таких исходных данных вместимости транспортировочного контейнера, составляющего 96 пробива, компания выгодна открыть лабораторию в пункте 2. При этом общая сумма транспортных затрат составит 2, 3, 10, 10, 11, ну, короче, сколько-то там единиц. для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм, вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написано по такому алгоритму программа будет выполняться слишком долго. Ну, имеется ввиду, какой переборный алгоритм. Мы идем по всем этим пунктам, последовательно в каждом из них назначаем лабораторию и пробегая по всем остальным пунктам, считаем стоимость доставки из каждого в эту лабораторию, все это суммируется и получаем результат. И для каждой лаборатории очередной подсчитываем и выбираем минимальную стоимость. Переборный алгоритм. Ну, во втором файле настолько много этих пунктов, что это двойной перебор, но, во-первых, по очередным лабораториям и для каждой подсчет этой суммарной стоимости станет настолько длительным, что вам времени экзамена не хватит, чтобы посчитать результат. Поэтому переборный алгоритм по чисто техническим причинам не сработает. Ну, давайте посмотрим вначале на... Ну, так вот, на всякий случай решили на один балл. Значит, открываем файл. n количество пунктов приема. Функция метод, вот, переменная f, readline, он считывает все строки из файла. Ну, функция n перевод целое число. Так, m36 количество пробирок в контейнере. Да, тут вот для красоты и краткости мы будем использовать так называемую конструкцию в питоне, которая называется как он там, словарь, ну, или ассоциативный массив, то есть массив, в котором элементы являются не номера по порядку, а вот какие-то другие переменные. В нашем случае элементами бассива, ну, это список на самом деле. Будет номер пункта, а содержимое этого элемента число контейнеров для этого пункта. То есть, вот мы вначале определяем а как пустой словарь, а дальше в нее будем добавлять в процессе необходимости. Ну, как это сделать на других языках, ну, тот же паскаль, ну, просто нужно будет сделать массив записи, в которой два элемента, первый элемент номер пункта, второй элемент содержащиеся в нем контейнеры. В принципе, это просто приведет к несколько более объемному разбуханию, так сказать, программы, но также будет быстро работать. Так, дальше в цикле мы что делаем? Значит, во-первых, мы переходим от 0 до n-1, проходим весь диапазон этих самых возможных строк, и вот здесь мы что делаем? Вот эта функция map, она так, readline это очередная строка из файл, точнее, создается список freadline.split, список, в котором мы все строки и каждую функцию методом split делим еще на по пробелу, на отдельный элемент. Ну, короче, получаем просто список чисел, ну, а функция map применяет функцию int, переводящую эту строку в число. Короче, x, y будет просто эти два числа в очередной строке. у нас n строк, соответственно, вот x, y это будут вот эти два числа. Ну, а дальше контейнеры нам нужны, а не пробирки. Значит, если x делится на им нацело, то количество соответствующих пробирок в пункте номер x, у нас y целочислено разделили на число пробирок в контейнере. а если же не делится нацело, то делим целочислено и прибавляем единицы, но там последний контейнер будет не полностью заполнен. Ну, и дальше вот в этом цикле мы берем минимальную цену, ну, какую-то там достаточно большое число, 10 степени 10, да, ну, самое большое там какое-то число. А дальше идем по нашим спискам. dx переменная из списка а, то есть перебираем все вот эти пункты, вот у нас там они, там, не знаю, P1K1, P2K2, P3K3, ну, и так дальше. По всем контейнерам и для каждого из них, вот, назначаем условно говоря каждой из них последовательной лаборатории, да, вот, например, доходим до этого, будем ждать его лаборатории, соответственно, считаем во втором цикле, вот, по Y, перебираем все остальные элементы и считаем цену, как количество контейнеров умножить на разность расстояния между этим, ну, это X у нас, до очередного Y. Значит, модуль X минус Y это расстояние между ними умножить на количество контейнеров, ну, как там в условии сказано. и таким образом при переборе, да, и потом посчитали цену для каждого и внутри этого же цикла выбираем минимальную цену, ну, минимальную между очередной и только переменной минимальной цены. Ну, то есть, для каждого X мы по всем Y, по всем остальным пробегаем и считаем стоимость, а потом эту стоимость сравниваем с минимальной, если она меньше, то ее считаем минимальной, ну, и стандартный алгоритм. Короче, здесь получится двойной цикл, мы пробегаем все объекты переменной X, все пункты, и потом еще в переменной Y все пункты, то есть, получится двойной цикл. Соответственно, конечно, этот алгоритм наиболее, ну, логически простой, но он, как бы, технически для файла с индексом, с номером А он работает, как бы, 27А, там немного, там вроде сотни этих самых пунктов, а вот, ну, то есть уже 10 на 10, если сотня, 100 на 100, это сколько? 10 в это самое, в четвертое, 10 тысяч раз, да, нужно прокрутить этот цикл, эти два цикла, а вот если уже во второй, там их уже миллионы, уже времени не хватает и просто это не работает. Значит, если я это число получу, это один балл, а вот чтобы решить эту задачу не перебором, соответственно, нам в любом случае нужно все пункты перебрать, как лабораторию, но вот во втором решении мы будем действовать следующим образом, идея такая, значит, мы будем проходить один раз по циклу, вот у нас начало дороги, вот у нас пошли лаборатории, ну, в нем номер P1, в нем K1 контейнеров, номер P2, в нем K2 и так дальше, где-то здесь есть номер P и Т, K и Т в нем контейнеров, здесь где-то номер следующий, P и плюс 1, а здесь K и плюс 1 контейнеров, ну, и так дальше, до последнего N, PN и K с индексом N, вот у нас все, как мы будем действовать здесь, идея такая, ну, вот вначале мы будем просто лабораторию менять, ну, каждую из этих последовательно делать лабораторию, да, что мы заметим, вот если у нас лаборатория была вот здесь, и мы там все для нее посчитали, то при переходе теперь вот сюда, если мы лабораторию из ИТ-пункта, следующий за ним, И плюс 1 по порядку станет в лаборатории, что произойдет? Вот из всех, вот доставка всех этих контейнеров, вот если между ними расстояние изменяется, вот между двумя этими контейнерами, скажем, дельта Х, получается, что мы же умножаем P и Т на расстояние, то есть, К и Т на расстояние, Ка второе на свое расстояние, и так дальше, получается, что у нас изменится вот эта сумма умножить на дельта ИТ, на дельта Х, то есть, на эту величину у нас стоимость этих самых доставки подорожает, потому что мы были в ИТ-й точке, а все предыдущие лаборатории, ну, при передвижении на дельта Х вперед, у всех предыдущих доставка увеличится, ну, для этой, для первой увеличивается на Ка-1, на дельта Х, да, добавка будет, для второй Ка-2 на дельта Х, и так дальше, а для всех будет эта сумма по Ка-2 умножить на дельта Х, а что будет с вот этой доставкой из тех лабораторий, которые, из тех пунктов, которые после очередной лаборатории, у них, наоборот, она уменьшится на эту же величину, ну, соответственно, Ка-1 до Ка-1 умножить на дельта Х, потому что я до них ближе стал на дельта Х, соответственно, доставка вот из пункта, ну, Ка-1 вообще нулевая станет, а вот из всех остальных она будет просто уменьшиться на вот эту величину, ну, тоже Ка-2 на дельта Х, минус Ка-1 и плюс 3 на дельта Х и так дальше, потому что каждый из них станет ближе к лаборатории, к очередной на дельта Х. И получается, когда я иду по циклу, меняя лабораторию, ну, сначала первую, там, вторую и так дальше, то при каждом переходе по следующему пункту у нас общая сумма доставки будет просто, ну, достаточно легко ее посчитать. То есть, она увеличится вот на эту величину от суммы предыдущих контейнеров из предыдущих пунктов умножить на дельта Х и уменьшится от суммы последующих пунктов приема на величину дельта Х. Ну, потому что при передвижении на дельта Х у нас все предыдущие, у них доставка увеличилась на длину дельта Х, значит, соответственно, появился новый слагаемый Ка-2 соответствующий на дельта Х. А здесь при передвижении на дельта Х она уменьшится. И получится, что я могу пробежать по циклу L по всем вот этим вот пунктам один раз, назначая последовательно в каждой из них свою лабораторию. Таким образом, у нас будет не двойной цикл, а динарный, и это позволит все это просмотреть. Вот у нас в этой программе в переменной AfterSum мы будем считать общее количество контейнеров в тех лабораториях, в тех пунктах, которые после очередной лаборатории находятся. Price, ну это текущая цена, доставки. Перед сумма, before sum, это будет сумма тех, общее количество тех контейнеров, которые находятся в тех пунктах, которые перед лабораторией. Ну и минимальная цена это то, что нам надо. Значит, вначале мы точно так же заполняем наши контейнеры, ну в стандартно, вот это вот стандартная та же идея, ну как и в предыдущей задачи. Вот мы заполняем до этого места. Сколько потребуется контейнеров в каждом пункте. А индексом массива, условно говоря, ну ключом, является номер этого пункта. Он не подряд идет. Дальше. Значит, ну и вначале мы считаем, что лаборатория в точке 0. Ну до обработки. То есть мы считаем, что вначале она в нулевой точке. То есть мы считаем просто-напросто в сумме считаем доставка А от Х, то есть число всех контейнеров, умножить на расстояние до нуля. То есть, ну, его просто номер умножить на количество. Значит, в Х это у нас фактически расстояние, а А от Х это количество контейнеров в этом пункте с номером Х. И вот к цене плюс равно мы прибавляем в цикле все это суммируем. Ну, а после лаборатории у нас все контейнеры находятся, поэтому мы просто суммируем все по всем Хам А от Х. Итак, начальное положение у нас в точке 0 мы предполагаем, что лаборатория, а все остальные пункты там где-то там дальше и так дальше. И стоимость доставки в нее, понятно, будет максимальна. Поэтому мы MinPrice назначаем Price. Ну, эту цену, которую мы сейчас посчитали. Доставки вот в эту точку 0, к которому, конечно, у нас не может быть лабораторий. Ну, и дальше. Предыдущий пункт 0 и начинаем вот в этом массиве. Кстати, здесь по условию задачи сортировать, в общем-то, не обязательно. Ну, тут ладно, сортировать, потому что по условию они уже сортированы. Ну, на всякий случай я поставил сортировку. Мало ли. Вдруг там где-то что-то не сортировано, неизвестно. Значит, мы сортируем по словарь А по этим, по ключам. Ну, то есть, по расстоянию от точки 0. И каждое расстояние, x берем этот, как его, господи, номер. Вот это расстояние, x это расстояние. rpf это превизор, предыдущая разность между предыдущей лабораторией. То есть, мы сейчас берем первую по порядку, p1 в качестве лаборатории. То есть, лаборатория передвигается сюда. Соответственно, расстояние будет x минус y. y был 0. То есть, вначале вот y это предыдущая, значит, последующая будет l в точке p1. Ну, и дальше. Общая стоимость доставки в этом случае как меняется? Вычитается, но ничего не прибавляется. Тут b4 сумма пока 0 равно. А здесь уменьшается на величину вот это вот, на вот это расстояние. Если каждое просуммировать на вот это delta x, значит, сумма доставки станет меньше. Вот мы вычитаем вот здесь. В общем, вот в этом вот месте мы при каждом очередном переходе к следующей лаборатории мы вот это вот делаем. Увеличиваем стоимость для тех, которые остаются до лаборатории и увеличиваем их на стоимость доставки. Ну, на delta x умножить на общее количество контейнеров. А передвигая... А для тех, которые после лаборатории вот здесь, для них доставка, естественно, уменьшается, потому что мы к ним приблизились. И уменьшается она на величину общее их количество, которые после лаборатории контейнеров и умножить на вот это разность вот этого delta x сдвига. И после этого минимальную цену мы назначаем как, ну, минимальную между очередной и той, которая была вначале. Ну, а потом общее количество контейнеров перед лабораторией увеличилось. То есть, мы в лаборатории сдвинулили сюда, поэтому общее количество здесь увеличилось на эту величину по 1. Плюс. А так как лаборатория сюда сдвинулась, то здесь общее количество контейнеров после лаборатории уменьшилось на эту величину а от x. Мы уменьшаем, здесь вычитаем, то есть перед сумм. Ну, и y присваиваем x, то есть теперь вот этот y передвигается в очередную, ну, становится очередной лабораторией. и так по циклу пробегаем весь массив, весь этот словарь. То есть, все пункты поочередно мы считаем лабораторией и каждый раз не вычисляем вот эту вот длину, как в предыдущем случае, вот в первом решении. Мы там просто брали очередную лабораторию и все заново считали. А в этом случае мы только считаем до веса, как изменяется цена за счет того, что мы переделили лабораторию на расстояние от и того до и плюс первого. То есть, там вычитаем, там добавляем, потому что там расстояние увеличилось, а там уменьшилось. Да, и по окончанию получается ответ. Ответ, как видите, достаточно забавный. Это вот стоимость доставки, не знаю, в каких единицах в тугориках, наверное, в рублях мне эту сумму тяжело представить. Ну, это вообще, конечно, абстрактная вещь. Значит, в принципе, что я отмечаю? За счет того, что мы имеем дело с питоном, мы резко некоторые выкладки тут, ну, чисто компактно записываются. Реально, конечно, вот извините, в одной строчке мы весь файл обрабатываем и загоняем в пары, а, ну, там на каждом таке, каждую строчку. Ну, в принципе, нормально. Нормально. То есть, в принципе, вот достаточно такая. за счет того, что мы работаем не с номерами, а номер пункта фактически является тот номер, который у нас назначен на расстоянии от него до начала. мы получаем, за счет этого немножко сокращается, то есть, работа как с массивом адрес. Ну, а если бы можно было двумерный массив взять, там, первую, по первому индексу это было бы расстояние, а по второму количество контейнеров. Ну, в общем, как угодно можно сделать. Ну, это только с язык записи не содержит. Сейчас они даже в бейсике, по-моему, были в последний раз, когда я помню. Поэтому, это уже не актуально. Ну, даже можно двойным массивом обойтись. Вот, вот такая примерно задача. Это самое. Да, здесь я в конце привожу всякие там книжицы, опять же, повторяю. Ну, от себя тут добавляю книжицы, в которые у нас продаются элементы алгебры логики. Это вот те задачи, которые у нас фактически... Тут еще не... Это пятнадцатая сейчас задача и вторая. Вот те задачи, которые решаются с помощью... Ну, должны решаться вручную, без компьютера. Нет, это два. Один балл дадут за первое решение, оно такое очевидное, да? Это один балл. А вот если вот это решение приведет... Ну, ясно, что на два балла оно решает и пункт А, и файл с номером А, и Б обрабатывает нормально. То есть, если вы эту программу написали, получили эти два балла. А если вы написали вот эту программу, для файла А она выдаст ответ, а для файла Б вы ее запустите и не дождетесь до конца экзамена, пока она закончит работать, она не закончит. Так подобраны числа. Ну, и получается, что вы ответ просто не получите. Ну, так вот определяется сложность, на что ставить один балл, за что два. Понятно, что здесь алгоритм существенно хитрее. Ну, за счет чего получается выигрыш? За счет того, что мы в первом решении пробегали, ну, массив, ну, дважды цикл делали по массиву, поэтому, а здесь один раз проходим все пункты, поэтому, получается, существенный выигрыш. Ну, условно говоря, если их 100 было, да, то там при первом решении мы 10 тысяч раз пробегаем цикл, а здесь только 100. Существенно выигрыш. Так, значит, мы для всех желающих, ну, в смысле сегодня слушающих, объявляется скидка 30%, как обычно, на все пособия по математике и информатике действованы в течение, там, трех-четырех дней до 15 октября включительно. Промо-код информатика23. Задание 6. А, это там где-то черепаха какой-то действует. Ну, ясно, что вот в последней книге, которая содержит 14 новых вариантов по последней демоверсии. В предыдущих книгах ее нет, потому что, ну, в этом году она впервые появилась, поэтому, только вот в последней, там, где по ЕГЭ, соответственно, ЕГЭ-23 год. Мне интересно, меня слышат или нет? Потому что у меня ничего не двигается. Ага. Ну, хорошо. Так, ну, в общем-то, был сбой небольшой. Ну, повторю, я опять же, вот тут задают вопросы, зачем такие задачи в таких количествах? Я тоже не понимаю, зачем 27 задач? Мягко говоря. На последней задачи 27 творится 40 минут. Ну, за 40 минут сделать такую задачу, там, пока в условии, пока разберешься, уходит минут 15-20 точно. То есть, пока понять, там, вот этот тестовый пример разобрать, я аккуратно посидел, там, все это расписал, почему так получается, а не иначе. Решение номер один нарисовал мгновенно, но оно очевидно, там, что, прошел по циклу в два раза и все. А вот решение номер два, ну, честно говоря, я 40 минут не уложил. Пришлось повозить. Да. Ну, задача, в общем и целом, решается. Да. Нельзя ли купить пособие в электронном виде? Доставка стоит дороже самой книги. Ну, насчет скидки 30%, она как раз примерно составляет стоимость доставки, и поэтому это вот нормально. В электронном виде книжку мы не продаем. Да, вообще не выпускаем, это не ко мне вопрос вообще. То есть, там политика такая. То есть, пока не делаем в электронном виде. К книге, конечно, есть вот эти файлы приложения, их можно скачать на сайте там, а самой книги в электронном виде нет. Ладно, спасибо за внимание. Если кому-то чего-то еще будет интересно, что, что, олимпиадные задания было? Ну, ну, я не знаю, а потом придумаем. Значит, если по каким-то задачам, там, отдельным темам интересует, пишите на сайт комментарии, просьбы и так далее. По крайней мере, по 27-й задаче я просьбу получил. Итак, сегодня семинар получился в 2 часа. Я и так старался пропускать. А у них 4 часа на все пропустил. То есть, ясно, что там, если школьник с трудом на компьютере что-то набирает, то это не для него экзамен. Тут надо быстро-быстро набирать, еще быстрее соображать. Но в целом, как показывает мировой опыт, если у вас школьник имеет, условно говоря, пятерку, да, и что-то как-то готовится, то где-то вроде 70 баллов вполне в состоянии набрать. То есть, как показывает, ну, по статистике, достаточно многие набирают 60-70 баллов без проблем. Вот дальше, да, когда мы доходим до сложных задач, там, тут за 90-100, это уже как бы проблематично. Причем, сам по себе экзамен получится такой, что мы проверяем не глубину знания, а еще и скорость этих применения. Не знаю, хорошо это или плохо. С профессиональной точки зрения, для профессионального программиста это хорошо, надо быстро решать задачи. Но вот для школьника, которого мы еще потом будем учить дальше программированию и так далее, и тому подобное, не знаю. На мой взгляд, достаточно спорный подход. Мне кажется, тут как бы, ну, на любителя тут, не знаю. Ладно, всем желаю удачи. Все замечания, предложения по будущим темам присылайте на наш сайт. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok